Приветствую всех подписчиков канала Фарнаксфилм. Сегодня у нас на тесте очень интересная долгожданная новинка от компании Везувий. Дачная чугунная печь для приготовления на природе. В ней можно готовить пиццу, в ней можно готовить в казане, в ней можно готовить различные блюда. Она многофункциональная. Мы с вами знакомились с этой печью на выставке Салон Каминов 2020. Тогда был большой репортаж с этой выставки. И одна из новинок, которая приглянулась абсолютно всем посетителям той выставки, как раз была новая чугунная печь от компании Везувий. Сегодня же мы попробуем приготовить в ней пиццу, а может быть и еще что-нибудь. Поехали! В комплект печи Везувий Легенда Гаден с чугунным основанием входит, помимо модулей дымохода, также набор аксессуаров. На основании печи, высотой около 90 см, устанавливается чугунная плита со встроенным кругом из шамота. Поверх основания устанавливается сам купол чугунной печи. Диаметр чугунного основания печи чуть меньше 80 см. Сверху можно установить чугунную плиту диаметром около 40 см. На выход дымохода устанавливается поворотный шибер, метровый модуль трубы диаметром 130 мм и, конечно же, зонтик. Здесь в печи закрывается элегантной дверцей. Чугунная печь Везувий Легенда Гаден очень тяжелая, 127 кг, поэтому устанавливать ее довольно проблематично. В основании вмонтирован шамотный круг диаметром около 40 см. На зеве дверцы есть специальное поддувальное окошко, через которое также можно контролировать пламя. Хоть печи тяжелые, но передвигать ее тоже довольно просто, с помощью колесиков, которыми оснащено основание печи. Печь, которую мы сегодня рассматриваем, это пра-пра-пра-пра-пра-правнучка, помпейский печь. История которой насчитывает уже 5 веков. Впервые о ней упоминалось в истории в 1522 году. Именно тогда появились печи, имеющие куполообразную форму, которой пища готовилась за счет движения горячего воздуха внутри нее. Во всех современных пиццериях, работающих на дровах и либо на древесном угле, печи имеют такую же конструкцию, но они могут больше по размеру, для того чтобы можно было приготовить одновременно несколько вкусных пицц. Печь для приготовления пиццы готовится от 30 минут до примерно 1 часа. У нас она топится чуть больше, потому что это была первая протопка, и нужно было, чтобы все технические масла испарились с поверхности, краска закрепилась и приняла окончательные свойства. Чтобы жар не уходил из печи, я прикрою шибер, но при этом я открою дверцу этой печки, для того чтобы можно было контролировать то, что у нас происходит с пиццей. Пока наши дрова занимаются, мы сейчас подготовим пиццу для того, чтобы поместить ее в печку. Основу для пиццы намажем щедро универсальным соусом, которым можно приготовить самим, а можно купить готовый. Но если вы хотите приготовить настоящую пепперони, для этого нужно будет взять томаты, их обжарить до однородной массы, и уже вот эту пасту намазать в качестве основного соуса на пиццу. Покрыть пиццу тертым сыром. Сыра не жалеем. Сейчас на эту лопатку я перенесу пиццу, и будем пробовать водружать ее внутрь печи. Все, пицца внутри, ждем. Если мы видим, что пицца подгорает с одного из боков, мы ее с помощью, опять же, вот этой вот лопатки, которая входит в комплект, поворачиваем и будем готовить с другой стороны. В тех печах, которые установлены в пиццериях, максимальное время, для которого готовится пицца, две, ну максимум три минуты. За это время все ингредиенты приобретают нужную кондицию. Сыр расплавлен, тесто готово, и пицца готова к тому, чтобы ее подавать. Ну что я скажу, друзья? Первый итальянский блин, как говорится, комом. Видимо, достаточно хорошо прогрелась печь, и стенки ее были уже достаточно горячей, для того, чтобы можно было не подкидывать дрова, и пицца бы приготовилась совершенно спокойно, в обычном для себя режиме. Буквально за 2-3 минуты она была бы готова. Ну что, друзья, дубль 2, будем готовить еще одну пиццу. Я возьму вновь соус, вновь возьмем побольше сыра. В этот раз основным ингредиентом будет бекон, а также последние 2 штучки колбаски, 4, тоже сюда поместим. В пиццу можно класть абсолютно любые ингредиенты, все, что у вас найдется в холодильнике. А если вы еще оставите у нас в комментариях к этому видео свой рецепт для пиццы, пусть самый безумный, мы будем только этому рады, мы его повторим на нашем канале, потому что планируем, что эта печь у нас останется довольно надолго, чтобы мы могли приготовить на ней и внутри печи, и сверху печи, пожарив что-нибудь на сковородке, либо же используя казан на 12 литров. Кстати, казан на 12 литров идеально устанавливается на эту печь, подходит для нее идеально. Так что на большую компанию можно приготовить несколько блюд одновременно. Внутри печи можно что-то запекать в горшочках, либо же опять же изготавливать пиццы, а сверху печи можно, установив казан, делать основное блюдо, которое будет гвоздем этого вечера. Ну, берем вновь нашу лопатку. Пиццу. Помещаем ее внутрь печи. Здесь уже пламя поспокойнее, так что мы будем более аккуратны. Пицца сидит уже 2 минуты. Я ее сейчас поверну, потому что один бок ее подрумянился, и ждем, когда она приготовится. По-моему, просто-просто шикарно. Друзья мои, посмотрите, какая вкусная пицца получилась. Ну, вот так, путем проб и ошибок мы приготовили с вами первое блюдо в печи от компании «Изувий». И это была пицца. Ну, а следующее блюдо, которое я приготовлю в этой печи, будет либо овощной рагу, либо тушеная с мясом картошка в горшочках. Эту и другие печи от компании «Изувий» вы найдете в розничных магазинах сети «Форнаксы» на сайте fornax.ru. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы оставаться в курсе самых последних новинок из мира печей и мира оборудования, на котором можно приготовить что-то очень вкусное на природе. Заходите к нам в гости. Ждем вас с нетерпением. До новых встреч. Пока!